И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дрилл ТВ, и добро пожаловать на 12-ю часть приватного сервера Free Fire. Данная часть станет ведущей среди других частей, и сейчас я объясню почему. В сегодняшнем видеоролике мы с вами будем разбирать запуск, скачивание и открытие приватного сервера Free Fire. Ну а также посмотрим и обсудим несколько самых интересных моментов из приватного сервера. Также, ребят, хочу перед началом вам сказать, что пожалуйста, прожмите лайк. Также напишите комментарий, ну и если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Сейчас нужна ваша поддержка просто максимальным количеством. То есть, пожалуйста, те, кому не лень, те, кто все это время не ставили лайк, вы тоже поставьте, пожалуйста. Итак, ребят, начнем мы с того, что же сейчас происходило, исходя из прошлой части. То есть, прошлая часть, это 11-я часть, в принципе, логично, сейчас у нас 12-я. В прошлой части я сказал то, что сейчас у нас идет тестирование нового обновления. Вы также можете посмотреть прошлую часть, зайдя на мой канал. Я думаю, вам будет интересно узнать, какое обновление было. Итак, после того, как мы обновили, мы начали тест. То есть, после 11-й части приватного сервера мы начали тестирование, полноценное тестирование приватного сервера. И чем же оно закончилось? К удивлению, и к максимальному удивлению, ни единой ошибки не было найдено. И даже если будет найдено во время уже запуска, то они будут не такими значительными. Возможно, будут моменты с вылетами, багами, но это само собой. Но, думаю, комфортную игру и хорошее проведение времени вы точно получите. Для новеньких, тех, кто даже еще не знает, что же такое приватный сервер, объясняю максимально коротко и понятно. Бесконечно алмазов, бесконечно золото. Это никакие ничты и не нарушает конфиденциальность и правила настоящего фрифайра. Все максимально идентично, как оригинальному фрифайру, но только у вас бесконечно алмазов, бесконечно золото. Вы можете все пооткрывать, купить, там выбить, допустим, какой-то скин и тому подобное. В данном сервере также теперь доступен онлайн. Это одна из самых первых новостей этой части, потому что я сказал, что мы будем обсуждать интересные моменты. В приватном сервере есть онлайн. Не знаю, как он будет работать, так как вы не показываете прям такую мощную активность, чтобы катка, допустим, всегда запускалась. Но посмотрим, что будет, то будет, ребят. Поэтому благодаря этой новости вы теперь сможете играть в приватный сервер. И теперь вы знаете то, что мы делаем, то, что вы просите, а не просто там тянем какое-то время запуска и тому подобное. И теперь, ребят, пожалуйста, позовите своего друга, своего брата, родных поиграть в приватный сервер. Я думаю, теперь вам точно будет не скучно, если вы будете, допустим, выбивать какой-то новый джекпот со своим другом или же прокачивать новую эволюцию Free Fire. Как бы это очень хорошо будет делать вместе, а не одному, как было раньше. Дальше, ребят, интересный момент это то, что сейчас мы добавили абсолютно все эволюции, которые есть. То есть, если раньше мы одну эволюцию добавляли, другую убирали, прямо сейчас у нас есть абсолютно все эволюции. Давайте даже попробую перечислить из тех, которых я помню. FAMOS, DROBOVIC, MP40, XM8, SCAR, что еще может быть, я даже не помню. Вроде бы есть еще MP5, и, в принципе, это все, что я помню, но это не значит, что это все эволюции, которые там есть. Я думаю, что я что-то пропустил, но в приватном сервере вы уже сами увидите, и, если что, поправите меня в комментариях. Еще не более важная новость. Теперь вы можете ставить себе любое количество лайков во Free Fire. То есть, в самом приватном сервере вы можете поставить себе абсолютно любой уровень. То есть, вам не обязательно именно апать его. Вы можете сами выбрать число, которое хотите, чтобы отображалось у вас в профиле. Вы можете выбрать абсолютно любое количество лайков, я повторюсь. То есть, вы можете выбрать от нуля лайков до 99999, так как это максимальное количество. Дальше уже не отображается. Насчет юпитуберского значка. В прошлом обновлении многие уже успели себе его нацепить. Сейчас он, ребят, одевается автоматически. То есть, если раньше его надо было покупать в магазине за 5000 алмазов, сейчас он у вас оденется автоматически, но вы его легко сможете убрать. В принципе, вы в приватном сервере это все сами своими глазами увидите. Теперь давайте поговорим немножечко про запуск. Что же известно? Во-первых, ребят, тестирование прошло успешно. Это означает, что, в принципе, все. Есть время, точнее, нужно выбрать время, благодаря которому мы запустим приватный сервер. Это время должно совпадать у очень многих людей, чтобы именно на наш запуск пришло очень много народа. Вот просто позовите, я еще раз повторяю, я уже говорил, позовите, ребят, друзей в приватный сервер. Вы тогда очень сильно поможете и ускорите процесс запуска приватного сервера. И тогда мы точно будем еще больше мотивированы в развитии этой приватки, ребят. Также, ребят, это, в принципе, все новости про запуск. Я больше никакой информации не имею. Ну, а теперь давайте немножечко расскажу про скачивание, которое вас будет ждать. Как всегда, ребят, вам нужно будет зайти в мой телеграм-канал по ссылке в описании, где, в принципе, выходят все обзоры, все новости и обновления приватного сервера Free Fire. И даже если с приватным сервером что-то не так, я в первую очередь пишу это в телеграм. Мы всю информацию, которую знаем, сразу публикуем именно туда. И давайте еще раз, перед тем, как я начну, продолжу говорить про скачивание, хочу сказать, что не путайте Advanced Server Free Fire с моим приватным сервером. Advanced Server Free Fire — это сервер от разработчиков, который они открывают каждые два месяца перед обновлением, чтобы люди успели сделать тест, найти ошибок, и потом Гарена это все исправляет, и потом выпускает для нас бомбовое глобальное обновление, которое, кстати, выходит уже 20-го числа. И там нет ни джекпотов, ни бесконечности алмазов. А в приватном сервере, именно в моем приватном сервере, у вас есть бесконечно алмазов, бесконечно золото, как я и сказал в начале данного видеоролика. Ну и как бы джекпоты там тоже есть, это понятное дело. Все, ребят, продолжаем говорить про скачивание. Скачивание будет максимально легким, и практически никак не отличаться от прошлого, которое было совсем недавно. Правда, было с ошибками, а сейчас уже будет без всяких ошибок. Вы, как всегда, скачиваете обычный файл. Внутри вас будет ждать еще одна загрузка. То есть определенный файл будет иметь сначала маловес. Вы скажете, блин, почему, допустим, файл весит всего 100 мегабайтов? Потому что внутри вас ждет вся основная загрузка. В размере примерно, я сейчас буду говорить, 1,8 гигабайтов. Да, у нас добавилось, к сожалению, или к счастью, место в приватном сервере. То есть оно увеличило свой размер. Но мы туда добавили намного больше одежды, намного больше джекпота, ну и других всяких штук, которые вы уже увидите в приватном сервере. Не хочу вас, так сказать, все спойлерить, все, что там есть. Но я уверен, вам это понравится. Там будет немножечко такая вишенка, как на торте. Но вы уже увидите уже потом в приватном сервере. Так вот, после того, как вы скачаете, вы просто стандартно заходите. Там не будет выбора аккаунта. Вас сразу попросят ввести ник. Возможно, вас, конечно, могут попросить, типа, хотите вы там зайти в свой аккаунт? Ни в коем случае это не делайте. Заходите через гостевой, либо же мы вроде как сделали так, чтобы вас сразу выбило на картинку, выберите себе никнейм. Ставите себе любой никнейм, заходите в приватный сервер. Если каким-то там боком вам не выдались алмазы, вы перезаходите в игру и видите то, что на вашем счету уже все есть. Если еще какие-то баги, то единственный выход – это просто перезайти в игру. И так, по идее, они должны пофикситься. Потому что именно сам приватный сервер невозможно прям пофиксить, чтобы он был максимально без всяких ошибок. Поэтому мы сделали такое решение, что после каждой ошибки вы просто перезаходите в игру, и они у вас решаются. В принципе, я лично, когда тестировал сервер, делал так, и у меня все замечательно работало. Еще раз хочу задеть тему насчет онлайна, которую я озвучил в начале данного видеоролика. Да, онлайн будет, но режимы будут только битва отрядов, классический и ультиматум. Не будет тренировки и не будет других карт, кроме Бермуда. То есть вы сможете играть только на карте Бермуды, в классический и в битву отрядов. Я думаю, этого будет достаточно, потому что если сделать прям кучу режимов, это, во-первых, настолько увеличит, так сказать, лаги игры, опять будет куча багов и тому подобное, и для этого надо очень много времени. Ну и для этого нужен онлайн, чтобы люди играли и веселились. Потому что если не будет онлайна, какой смысл нам делать онлайн? Да, такую тавтологию я сделал, но я думаю, вы меня поняли. Зачем, типа, иметь мало людей в приватке, ну и как-то сделать онлайн? То есть, допустим, какой-то человек захочет запуститься в катку и будет ждать, там, не знаю, час-два, чтобы хватило игроков. Потому что, допустим, в первый день еще ладно, а что будет через неделю, через месяц, этого никто не знает. Как видите, скачивание, я вам сказал, что оно максимально простое. Заходите, скачали именно файл, заходите в файл, устанавливаете, внутри вас ждет загрузка 1,8 гигабайтов примерно. Я сейчас примерно могу ошибаться, возможно, что-то изменится после моего данного видеоролика. И внутри вы уже просто регистрируетесь и начинаете играть. Все максимально просто, качественно. Мы закончили все тестовые работы, поэтому ждите файл в телеграм-канале. Ну а с вами был я, Дрилл ТВ. Мы увидимся с вами совсем скоро в новом видеоролике. Всем удачи и всем пока!